Посевная в республике завершится до конца недели, если погода не предподнесет сюрпризов. Агрария продолжает наращивать темпы. В крупных хозяйствах начали сажать картофель. Глава региона отправился в муниципалитеты, чтобы проинспектировать ход весенней страды и благоустройство населенных пунктов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Это результаты работы высокоточной GPS-системы. Когда траекторию движения трактору прокладывают специальные датчики, формируются идеально ровные ряды. В этом случае корневая система приживается лучше, говорят в агрофирме. Благодаря современным технологиям в этом хозяйстве получают большой урожай картофеля. Сейчас его протравили. Еще что делать, картошки? Все пока. Яровизация. Яровизация и протравление посадки. Территория вот ясно района, именно семенные основные участки. В ходе посадки чем, предсказатель, обрабатывание? Престиж. Престиж, да? Престиж. Ну, разные у нас. И вместо квантум, силистоп, престиж. А тут предшественник что был? Здесь глупо не было. Ну, не было. Толе хорошее. Семена для посадки сортируют и хранят в специальном комплексе при оптимальной температуре. Здесь картофелю не страшны ни сырость, ни морозы. Большие объемы собираемого урожая в хозяйстве реализуют зимой, когда цены на продукцию повышаются. В этом деле многое зависит от спроса на рынке, отметил глава региона. Картофель для нас культура была всегда выгодной и останется выгодной культурой. Появились сейчас маслячные культуры, где доход тоже очень хороший получается. И хозяйство в этом году тоже больше сеет. Это мелкосеменные культуры. На уборке, конечно, риски есть. В зоне рискованного земледелия. Поэтому кто как приспосабливается к погодным условиям, от этого еще зависит успех. Для картофелеводов республики выводят новые сорта. Задача специалистов этого селекционного центра – произвести элитные семена. Затыкаем пробки ватой и потом растения черенкуем в ламинарные и их помещаем, стерилизуя еще раз горелки в чистую среду. В перспективе в селекционном центре намерены производить порядка 5000 элитных семян картофеля в год. Из десятка сортов на опытном поле специалисты отбирают самые продуктивные. Новые сорта картофеля выводят в лаборатории в условиях тотальной стерильности. К примеру, чтобы получить мини-клубни, роски из пробирки пересадят в теплице. Растеневодческие хозяйства в этом году рассчитывают на большой урожай. В агрофирме «Пионер» сделали ставку на горчицу, рапс и донник. На эти культуры повышаются спрос и цены. Мы стараемся максимально получить, так скажем, дополнительную прибыль за счет опыления этих растений. То есть у нас еще и пчеловодство. На этот год мы на полях и Бресенского, и Канажского района засеиваем 2800 гектаров. Из них 500 гектаров – это зимы с учетом пересева. Аграриям республики предстоит пересеять свыше 40 тысяч гектаров озимых. Глава региона отметил, что хозяйством возместят убытки страховые компании. Мы просто объявили чрезвычайное положение по гибели озимых с учетом дефицита влаги. Почвенная засуха была в прошлом году, переходящий он остался и на этот год. Наша задача – обрабатывать своевременно все те поля по структуре посевных площадей и своевременно проводить агротехнические мероприятия. Там, где поля обработаны по всем правилам, посевы озимых пошли в рост даже несмотря на почвенную засуху. Опыт аграриев, работающих эффективно, необходимо перенимать. Такую задачу поставил глава региона. Многие хозяйства республики продолжают вводить в оборот залежные участки. Долгие годы оставались необработанными земли вблизи деревни Яныше. Новые арендаторы поля уже завершают посевную. А вот одно из крупных сельхозпредприятий муниципалитета испытывает не лучшие времена. Как повысить рентабельность, глава республики обсуждал и в сельхозкооперативе новый путь. На ферме растут надои молока и увеличивается поголовье коров. Развивать хозяйство помогают госпрограммы. За товарное молоко, например, получили за три квартала по 300 с лишним тысяч, около миллиона рублей. Это за товарное молоко. За 4 миллиона мы получили за содержание маточного поголовья. Работа на селе привлекает молодые кадры. Главному зоотехнику сельхозкооператива новый путь всего 22 года. Комфортная среда проживания. Вот что сейчас может привлечь молодежь на село. И в этом деле мелочей не бывает. Глава региона проинспектировал, как обстоят дела с вывозом мусора и благоустройством Валикова. Навести повсеместно порядок и снести бесхозные объекты до июля. Такое поручение Михаил Игнатьев дал местным властям. Земли закрепляй. Успех, удачи. Увидимся в следующий раз здесь. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика.